Время говорить. Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Мариус Иоанну Элле, композитор. Hello! И Адель Ким, координатор арт-резиденции Центра современного искусства «Заря». Здравствуйте, Адель. Здравствуйте. Ну, наверное, первый вопрос будет, конечно, почему именно Владивосток? Я считаю, что Владивосток – это в своем роде уникальный город. Это касается, во-первых, его географии, поскольку он находится на Дальнем Востоке России. И также можно сказать то же самое о его культурной идентичности, поскольку это то место, где собрались влияния с других культурно развитых регионов. Это не только Россия, это Китай, Япония, Корея. Также географически находится недалеко от Сибири, и эти влияния тоже можно будет увидеть. И мне показалось, что это именно то место, которое будет интересно изучать в плане художественного творчества. То есть это именно место, где я должен сейчас быть. Адель, у меня теперь к вам вопрос есть. Ведь Мариус, получается, наш первый резидент Центра «Заря» в области музыки, правда? Да, да, все верно. На самом деле Центр современного искусства «Заря», при котором существует арт-резиденция «Заря», принимал уже порядка 50 художников за все время существования, которые в этом году исполняются три года. Мы принимали художников, работающих в разнообразных жанрах, всегда по открытому набору заявок. И до сих пор это, конечно, были художники, больше работающие в области визуальной культуры. Это могла быть живопись, графика, видео, фотографии и многое другое. И для нас это очень неожиданно, с одной стороны, да, с другой стороны, вдохновляющий опыт поработать, наконец, с музыкой. Поскольку данный проект, он относится, конечно же, не только к области музыки. Он также точно так же вписан в парадигму современного искусства. Поэтому мы ждем каких-то новых открытий в этой области. Наверное, вопрос теперь к Мариусу будет в первую очередь. Думаю, Адель, может быть, вы тоже дополните. Насколько я понимаю, этот проект «Звуки Владивостока» – это первый подобный проект? Или это уже какой-то опыт? Может быть, нечто подобное Мариус уже делал в других городах мира? Расскажите об этом. Что касается лично меня, для меня это первый проект подобного рода. Насколько мне известно, подобных проектов также не существовало и для других городов. И поскольку у нас нет исторической основы, на которой мы могли бы полагаться, существуют, конечно же, разнообразные фильмы о путешествиях, но это немного другая история. Да, поэтому я считаю, что это действительно первый фильм в своем роде. Я хочу также спросить и о музыке Владивостока. Наш город славится нашими музыкантами. Они известны не только в стране, но и в мире. Повлияло ли это как-то на ваш выбор, в том числе именно этого города? И может быть, вы выделяете каких-то наших исполнителей? Да, действительно, это так. С одной стороны, меня увлекла музыкальная история города, музыканты, которые работают здесь, разнообразные музыкальные группы, которые мы можем найти в Владивостоке. С другой стороны, Владивосток обладает совершенно уникальным акустическим ландшафтом. Поскольку это город на море, это город-порт, здесь очень характерны звуки порта проходящих кораблей. И эти элементы настолько сильны, что мы не можем их игнорировать и не включать. Поэтому для меня здесь играет роль как природный ландшафт, так и сами люди, которые делают этот город живым и наполняют его. Поэтому мы обязательно должны рассматривать обе эти стороны. И мне кажется, что они настолько богаты и интересны, что именно это дает потенциал нам сделать уникальный проект. На какой стадии работы сейчас находится этот проект звуки Владивостока? Что уже сделано, что предстоит еще сделать? И как именно могут помочь жители нашего города, мы, жители Владивостока? Во-первых, конечно же, это довольно сложный проект, поскольку он захватывает большой город с огромным населением. И, безусловно, нам нужно достаточно большое количество времени, чтобы скоординировать его. Мы начали разрабатывать концепцию в прошлом декабре. И уже приехав в начале марта, приступили к его разработке на месте. Можно сказать, что сейчас мы где-то в середине процесса. Но все еще остается очень много вещей, которые нужно сделать и закончить. Сейчас мы можем сказать, что идея и концепция уже утверждены. И сейчас они получают свое первое развитие. Мы работаем с разнообразными частными лицами, с музыкальными группами, с институциями, которые помогают нам в осуществлении проекта. Также мы приглашаем всех жителей города, всех желающих, рассказать нам о том, какие, на их взгляд, существуют особо характерные звуки, характерная музыка, а также визуальные аспекты города. Мы очень вдохновлены этим проектом, поскольку мы видим, какой сильный эффект имеет этот проект на город. Ежедневно после объявления о наборе заявок от жителей мы получаем сообщения, звонки. Люди приходят на зарю и хотят участвовать. И, конечно же, у них очень много вопросов, они очень хотят узнать больше. Поэтому мы сейчас понимаем, что нам нужно еще больше времени. И это как раз показывает масштаб и значимость проекта для города, поскольку он вызывает такой интерес у публики. Адель, мы сейчас говорили о том, насколько этот проект интересен городу. Хочется все-таки ваше мнение также услышать о его актуальности, о его необходимости реализации в Центре современного искусства «Заря», например. Что он для вас и что, на ваш взгляд, он для жителей Владивостока? Ну, безусловно, для нас это всегда очень, так сказать, волнительный момент встречи с новыми резидентами, поскольку, особенно вот в этот набор, у нас очень много иностранных гостей, которые, естественно, смотрят на город иначе и видят его иначе. Как мне кажется, во-первых, поскольку это проект уникальный в своем роде, он будет интересен и тем, кто его будет создавать. То есть это не только художник и не только оператор, но это также и обычные жители города, которые хотят показать свой взгляд, вид Владивостока всему миру. И он будет доступен потом всему миру также для просмотра и демонстрации. Это также шанс для собственных жителей и для нас всех увидеть новое лицо города, поскольку мы редко прислушиваемся к тем звукам, которые существуют вокруг нас. Мы, может быть, слышим ежедневно, но никогда не обращаем на это внимания. Также этот проект интересен тем, что он собирает не только звуки самого города, но и сотрудничает с институциями. То есть у нас есть большое количество очень характерных музыкальных исполнителей, которые можно будет показать всему миру. То есть мы очень надеемся, что этот проект станет еще одним шагом в популяризации с одной стороны города, а с другой стороны в развитии культуры и местного культурного ландшафта. Да, это, безусловно, уникальный взгляд на город. Действительно, вы правильно подметили, что такого еще не было. И даже когда начинаешь об этом думать и это осознавать, даже немножко еще не до конца понимаешь, как это будет происходить. Правда, но это очень интересная идея, мне кажется, это действительно нечто такое современное, настоящее современное искусство в его замечательном исполнении. Я, может быть, сейчас задам такой немножечко глупый вопрос, но я не могу не спросить, мне просто очень интересно. Я думаю, что телезрителям нашим тоже. Как чисто технически происходит сбор вот этой информации, звука? Конечно, безусловно, какие-то моменты понятны, если это музыка определенных исполнительных и так далее. А если говорить вот о том, что подсказывают люди именно, горожане? На самом деле процесс происходит весьма разнообразно. Мы провели открытую лекцию на прошлой неделе в субботу, когда объявили о наборе подобных заявок от жителей. И мы получаем, это могут быть записи аудио, могут быть какие-то видеозаписи. Также просто люди могут написать нам, где мы можем найти какие-то характерные места или с кем конкретно мы можем связаться. Чтобы отправить такую заявку нам, нужно посмотреть детали, информацию о контактах онлайн. У нас есть страница на Фейсбуке, страница ВКонтакте. Они, страница на Фейсбуке звучат как facebook.com soundofvladivostok.ru, то же самое касается страницы ВКонтакте. Также у нас есть веб-сайт soundofvladivostok.ru. И вы всегда можете связаться с Зарёей, в частности с координатором арт-резиденции Адель Ким, чтобы узнать больше информации и связаться с нами. Адель, а вы уже подсказывали какие-то интересные звуки? Ну, конечно же, все вопросы начались, наверное, с меня, потому что я была первым человеком, с кем Мариус начал общаться о городе, о проекте как таковом. И да, конечно же, поскольку для меня всё-таки Владивосток – это одна из точек пребывания, я, наверное, не могу быть настолько же компетентной в этом вопросе, сколько люди, которые живут здесь всю жизнь или многие годы. Поэтому, конечно же, для меня первыми идеями был выстрел пушки в 12 часов дня, звуки отправляющегося поезда, звуки ветра, звуки волн, звуки снега, льда. То есть, какой-то такой набор. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. А вот о том, какие самые интересные звуки уже прислали жители Владивостока, мы узнаем после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о проекте «Звуки Владивостока». Мы как раз только что обсуждали, какие именно звуки. Вы, например, Адель, предложили бы взять Мариусу в свой проект, да, какие звуки приносят жители. Так вот, какие из них оказались самыми необычными, на ваш взгляд, Мариус? Я думаю, что еще, наверное, рано говорить об этом, потому что проект не завершен, и я буду готов ответить на этот вопрос на более позднем. Это о перезаработке. Мы, конечно, уже прошли некоторое количество мест во Владивостоке. Я могу, например, упомянуть систему фортов и бункеров, то, что нам подсказали местные жители. Это очень интересный... мы очень хотим туда попасть, это был бы действительно интересный опыт, поскольку это звуки, которые находятся под землей. И, возможно, они действительно будут очень характерными. Мне кажется, что здесь действительно есть большой потенциал. Вот мы сейчас заговорили о том, какие звуки все-таки приходят на ум. Я подумала, наверное, о сильном ветре, особенно зимой. Почему-то подумала про русский остров, когда стоишь около университета, и на остановке завывает ветер. Это очень интересно, мне кажется. Такие элементы, как воздух или ветер, на самом деле, конечно же, могут быть найдены во многих других городах, но для меня важно то, что я нахожусь здесь. Чтобы представить конечный результат, который будет состоять из серии различных элементов, я должен найти именно вот эту поэтическую сторону портрета Владивостока и какие-то вещи, которые не характерны для других мест. Например, как вы и сказали, воздух или ветер здесь может звучать совсем по-другому. Я бы хотела также упомянуть о льде и воде, поскольку мы были на Токаревском маяке. И, конечно, он сейчас покрыт льдом с правой стороны. Можно по нему ходить, то есть можно буквально-таки ходить по акватории Тихого океана, что звучит очень интересно. И когда, в зависимости от того, насколько плотный слой льда, можно услышать звуки воды. И если, например, наступить на лед или просто придать им, несколько надавить на него, можно услышать звуки, которые варьируются в зависимости от водействия. То есть мне это тоже кажется довольно увлекательным процессом. Мариос, очень хотелось бы также поговорить с вами о музыке. Ведь вы также давали открытую лекцию по поводу музыки начала 21 века. И я также знаю, что вы интересуетесь произведением «Амурские волны». Интересно, ваше мнение, ваш взгляд на современную музыку, безусловно, как известного композитора. Расскажите нам. На своей лекции я представил разнообразные подходы к сочинению музыки в 21 веке. Я сделал особый упор на концепцию, которую разрабатываю с 2003 года. Она называется «Концепция полимедиальности». И ее основной постулат в том, что искусство и прочие виды деятельности культурной на данный момент являются мультидисциплинарными, интердисциплинарными и мультимедийными. Я говорил больше о том, что в данной концепции не столько количество вовлеченных в медиа играет значение, сколько их качество. Многие, аудитория задала много вопросов, и, как мне показалось, она была очень вовлечена в дискуссию. Было также очень интересно знать, как люди понимают и воспринимают современную музыку в другой части света. Что касается «Амурских волн», Да, действительно, я знала эту композицию Кюсса, еще начав свое изучение Владивостока из дома. Это, как мне кажется, действительно мелодия, которая представляет Владивосток. И она также близка к идее, скажем, военной, поскольку, как всем известно, Владивосток — это дом российского Тихоокеанского флота, который является очень важным и в историческом плане, и в современном мире образованием военным. И я не говорю о том, что я за войну, конечно же, я против этого, но мне кажется, что хотелось бы говорить больше о потенциале, который есть, например, в жизни моряков или каких-то звуков, которые также сопровождают жизнь кораблей. Мне очень нравятся корабли, и это важно мне самому. Также хотелось бы упомянуть об ансамбле Александрова, поскольку я слышал композицию «Амурские волны» несколько раз в исполнении, и ужасная трагедия, которая случилась в прошлом году, конечно же, тоже меня очень сильно потрясла. Поэтому я хотел бы сочинить и представить композицию, которая брала бы за основу композицию «Амурские волны», но, тем не менее, была бы очень сильно видоизменена. То есть вы могли бы узнавать какие-то ее элементы или ее гармонию в новом произведении, но она бы не копировала «Амурские волны». Произведение уже больше ста лет, и, насколько мне известно, в середине XX века оно приобрело дополнительную популярность, какую-то новую интерпретацию. Вот сейчас, спустя сто лет, мы хотим дать ему новое дыхание. Это еще один вопрос, который я делаю. Конечным результатом работы над проектом «Звуки Владивостока» должен стать фильм. Можно немного рассказать и о нем? Весь процесс осуществления проекта сейчас записывается на видео. Моим коллегой, который занимается съемками фильмов, он базируется в Лондоне, и зовут его Костис Николас. Мы хотели бы сделать музыку, которую мы запечатлим в нашем проекте, вечной, таким способом, увековечить ее и сделать такой конечный продукт, который можно будет увидеть в любое время. Поэтому все процессы, все выступления, все новые открытия, все наши приключения становятся материалом для этого фильма. Сейчас я бы не хотела рассказывать за нем очень много и дать некоторое время для того, чтобы он развился и сложился в конечных произведениях. Тогда я буду очень рад представить его снова и обсудить со всеми желающими. Адель, скажите, то есть мы правильно поняли с телезрителями, что все, кто хочет поучаствовать в проекте, могут прийти в Центр современного искусства «Заря» либо написать на Facebook, да, вы озвучивали страничку, куда можно отправить звуки. Правильно же, да? Да, да, все верно. На самом деле более оперативным способом будет связываться все-таки онлайн, либо по телефону. Все контакты можно будет найти в соцсетях, на нашем сайте и на сайте проекта. У нас время вышло, к сожалению, пора заканчивать. И мне бы очень хотелось, чтобы напоследок Мариус обратился сам лично к жителям Владивостока и предложил им принять участие в этом проекте «Звуки Владивостока». Проект создан специально для нашего города, не только для него, но и для его жителей. И поэтому именно вы, кто живет здесь, создаете этот проект заново. Он берет свое начало от людей, живущих здесь, от истории города, от эмоций, которые испытывают жители, от их персонального опыта. И поскольку мы очень зависим от вас в этом вопросе, мы призываем вас тоже принять участие. Вы можете связаться с нами посредством социальных сетей, либо посетив «Зарю» и пообщавшись лично с нами, и мы будем очень рады услышать ваши идеи. Адель, вам большое спасибо за то, что даете нам возможность общаться с такими людьми, узнавать много нового о современном искусстве, не только визуальном, но и акустическом. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала «Набережная». Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова